Спасибо большое, Татьяна. Я действительно исполнительный директор и частично еще выполняю обязанности главного редактора, но на самом деле это в нашем издательстве, так как оно не очень большое и состоит в основном из увлеченных людей, то эту должность мы делим на всю нашу редакторскую команду. Хорошо ли меня слышно-видно? Огонечки зажигаете? Все, отлично, начинаем. Месяц был короткий, у нас он получился неплохим, и в первую очередь потому, что у нас появились долгожданные книги, научно-популярные. Конечно, мы делали и учебную литературу в этом месяце и заполняли разные тематические ниши, однако радует больше всего именно науч-поп. Чуть позже расскажу, почему. Итак, новинки издательства «Февраль-22». Мы в этом месяце сработали по экономике совсем чуть-чуть, по педагогике, ну так, затронули экологию, русский язык, культуру, речи, иностранные языки, как же без них. Геология у нас есть, природа обустройства и водоотведения. И история. Вот истории мы посвятили чуть больше времени, чем обычно, и результат очень-очень неплохой. Начнем с экономики. В экономике у нас книга «Деньги, которые мы выбираем». Ну, в общественной жизни происходят ужасные вещи. Банкротство и неплатежи, безработица и дефолт, деградация культуры, нравственности, самоубийство, возмущение масс. В общем, масса, очень много вещей, которые нас окружают, и они всегда со знаком минус. А все это происходит, по мнению автора, именно от того, всего лишь от того, что деньги в дефиците. Так вот, перед вами интереснейшая и полезнейшая книга, актуальная новинка нашего издательства. Это научная книга, в которой максимально просто рассказано именно об этом. Как возникла современная финансовая система, что за принципы лежат в ее основе, в основе ее деятельности. Почему при нехватке денег для нормальной жизни людей наблюдается рост богатства супербогатых и чего ждать в будущем. И главное, есть ли альтернатива бесконечным кризисам и неминуемому краху. В книге нет лишних финансовых терминов и заумностей, потому что автору хотелось, чтобы люди преодолели слепоту невнимания. И, как он говорит, увидели и поняли, что загорелла бродит по нашей планете. В общем, такая экономическая новинка. Следующее, уже гораздо серьезнее и ближе по учебке, из области юриспруденции, учебно-методическое пособие для организации самостоятельной работы обучающихся. Что только не делают преподаватели для того, чтобы обучающиеся учились самостоятельно. Ну, собственно говоря, и вся наша система образования к этому стремится, чтобы все люди уже делали сами, чтобы минимально проводили время в аудиториях и так далее. Секунду. Следующее, экологическая новинка. Причем это переиздание нашего постоянного автора Степана Харлановича Корпенкова «Экология. Практикум». Проблемы экологии давно уже вышли на первый план в мировом масштабе. В связи с этим учебное пособие, которое предлагается, будет особенно актуально. Так как оно содержит описание лабораторных работ, позволяющих измерить концентрации ряда газов, входящих в состав атмосферы, определить уровни шума электромагнитного и радиационного фона. Ранее изданный практикум по экологии, конкретно этот, он оказался довольно востребованным студентами вузов для изучения экологии в бакалавриате и магистратуре. Это второе издание, автор внес в него, не могу сказать, что существенные, но изменения есть. Скажем так, незначительное дополнение. Следующая книга – это «Учебное пособие в области геологии. Технологические комплексы геофизических методов при поисках и разведке минерального сырья». В этой книге изложены технологические комплексы геофизических методов поисков и разведки минерального сырья, которые рассматриваются в курсе лекции «Комплексная интерпретация геофизических данных» для студентов-геофизиков, специальности технологии геологической разведки, специализации геофизические методы исследования скважин. Ну, в общем, для студентов-геологов, геофизиков мы подготовили эту книгу, кстати, авторы этой книги – преподаватели Уральского государственного горного университета. Кроме того, хочу обратить внимание, что книга подойдет и для учащихся средних профессиональных образовательных учреждений по специальности «Геологическая съемка, поиски, разведка, месторождения полезных ископаемых». То есть вот такая разносторонняя книга. Следующее – учебное пособие «Природа, обустройство и водопользование». Именно на это направление мы ориентировались. Учебное пособие «Строительство и эксплуатация систем сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения». Это учебное пособие будет востребовано в рамках подготовки выпускников бакалавриата по направлению природообустройства и водопользования, так как позволяет формировать у учащихся все компетенции, предусмотренные учебным планом по данной дисциплине. В книге рассмотрены вопросы технологии организации строительства основных сооружений систем сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения. Это наружные сети водопровода и канализации, емкостные сооружения станции очистки стоков и водоподготовки, водонапорные башни, оболочки гидрорен, подземные части насосных станций. Рассмотрены методы бестраншейного строительства и ремонта трубопроводов, их очистки и обследования. Даны основные понятия по монтажу и наладке гидромеханического оборудования насосных станций. Уделено внимание монтажу внутренних санитарно-технических систем. Вот, кстати, мы довольно полно по направлению водоотведения и природообустройства заполнили нишу. Если кто-то тут впервые или не имеет доступа к нашему полному списку изданий, то советую вам обратить, на самом деле, за последние два года природообустройство, техносферная безопасность, безопасность жизнедеятельности, водоснабжение, водоотведение, вот эти направления были нами неплохо проработаны. Современные авторы, современные технологии. Поэтому обратите внимание именно на эти направления. Сейчас вот такие узкие, узконаправленные книги, учебные пособия, конечно же, издаются редко. Мы приветствуем у себя в издательстве таких авторов, поэтому не собираемся останавливаться. И прошу вас обратить внимание на это направление. Оно очень и очень получилось наполненным, целостным. И, ну, собственно говоря, мы его пополняем постоянно, и по каждой узкой теме у нас получается книга, потому что сейчас столько новых технологий, что, конечно же, пора менять те учебники, учебные пособия, по которым ранее учились студенты, как СПО, так и ВО. Переходя к следующему направлению, это направление дизайна, представляю вам вторую часть книги «История дизайна». Первая книга этого же автора, она была всего лишь, наверное, пару месяцев назад. И сейчас мы рады, что вышла уже вторая часть, потому что первая довольно востребованная оказалась. То есть комплекс из двух частей, он ценится гораздо выше. Итак, «История дизайна». Вторая часть содержит развитие дизайна. Адресуется это учебное пособие студентам, получившим высшее образование по специальности дизайн, дисциплина «История дизайна», а также студентам среднего профессионального образования по специальности дизайна, тут уже по отраслям. Автор знакомит с процессом развития дизайна и рассказывает о новом этапе развития художественной эстетики в Советском Союзе. Раскрывает закономерности универсального композиционного построения в плоскостных и объемно-пространственных продуктах изобразительного искусства и дизайна. В общем, все то, что было характерно для этого времени. Заслуживает внимания и то, что книгу завершает краткий рассказ о будущем развитии искусства, архитектуры современного жилища, построенного в тесном союзе с природой. Издание снабжено богатым иллюстративным материалом, делает это пособие ярким, живым и более доступным для восприятия. В общем, мы действительно гордимся вот этими двумя книгами. Тем более, что для дизайна, для архитектуры у нас тоже появился очень небольшой, но довольно качественный полкниг. Так что добро пожаловать, смотрите, пожалуйста, наше издание по архитектуре, градостроительству и дизайну. Следующая книга тоже из области дизайна. Художественная обработка дерева. Учебное пособие. Это учебное пособие у нас уже выходило. Перед вами второе издание, оно стереотипное. Предназначено это учебное пособие для использования в общеобразовательных школах при организации кружковых и факультативных занятий. В профессионально-технических учебных заведениях, при подготовке резчиков по дереву, стеллеров, плотников, а также при повышении квалификации рабочих на производстве, занимающимся изготовлением, допустим, мебели, сувениров, элементов для наружного оформления деревянных домов, оформлением интерьеров, планирующих заниматься в будущем, ну, в общем, и так далее. Конечно же, оно станет незаменимым помощником для многих дачников, домашних умельцев. Это учебное пособие довольно востребовано среднепрофессиональным образованием, то есть оно закупается именно для таких вот, для техникумов, колледжей и так далее. Переходим к гуманитарным управлениям, философия. Для СПО вы сразу же видите, что оформление учебного пособия специфическое. Мы сразу показываем, для какого уровня образования мы создали эту книгу. «Основы философии. Истории и проблематика. Идеи и концепции. Учебное пособие для обучающихся в системе среднего профессионального образования». Вот так звучит эта книга от нашего постоянного автора Бориса Рувимовича Манделя. Это учебное пособие дает представление о месте философии в духовной жизни общества, ее функциях, основных проблемах и выдающихся философах. Адресуется учащимся в системе среднего специального образования, среднего профессионального образования, как я уже сказала, всех направлений и всем, кто интересуется основами философии, как актуальной, динамичной, активной и быстро развивающейся теоретической и практической составляющей современной науки не только в нашей стране, но и за рубежом. Хочется отметить то, что Борис Рувимович пишет очень много для высшего образования. И в 2018 году мы начали работу по... была первая его книга «Основы проектной деятельности». Она была направлена исключительно на СПО. Это была одна из самых популярных и продаваемых книг в нашем издательстве. И остается такой по сей день, выдерживает второе издание. Поэтому мы очень рады, что Борис Рувимович сотрудничает с нами в направлении среднего профессионального образования и делает такую качественную, нужную литературу. Обратите внимание, действительно автор знает, что делает, умеет это делать и отлично все это получается. Переходим к педагогике. Перед вами учебник «Педагогическая конфликтология. Содержание конфликтов и технологии их разрешения». В этом учебнике представлен курс лекций и практических занятий, помогающих в разрешении управления педагогическими конфликтами. Издание это адресовано всем получающим образования по педагогическому и гуманитарному профилям. В наше время работы на удаленке и переходы на дистанционное обучение практически во всех учебных заведениях страны в связи с пандемией хочется отметить актуальность этого учебника. Автор при освоении данной учебной дисциплины рекомендует формы онлайн или оффлайн обучения, которое может быть обеспечено, допустим, дьюторским сопровождением. То есть дисциплину можно изучить в условиях удаленного доступа. Многие сейчас авторы стали учитывать возможность преподавания своей дисциплины, освоения своей дисциплины на дистанционном уровне с помощью удаленных программ и систем обучения. Конечно, я думаю, что в скором времени вот эта пометка «можно ли изучать дисциплину дистанционно или нет?» она войдет в нашу жизнь довольно плотно. Следующее учебно-методическое пособие тоже в рамках педагогических изданий – «Некоторые подходы к организации читательской деятельности в начальной школе». В этом пособии дана характеристика всех этапов формирования читательской самостоятельности. Показано, как, переходя от темы к теме, учитель должен на уроках готовить учащихся к систематизированному изучению курса литературы в среднем звене школы. Издание это адресовано студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования и бакалавриата. Например, направление подготовки, педагогическое образование, направленность, начальное образование. Вот, наверное, вот такой круг читателей. Переходим к русскому языку и культуре речи. Еще одно учебное пособие для среднего профессионального образования – культура устной и письменной речи. Учебно-практическое пособие. В последние годы примеры вопиющих неправильных публичных употреблений русского языка в устной и даже письменной формах стали обыденным явлением. Но в то же время началось постепенное общественное осознание того факта, что компетентный носитель русского языка является, безусловно, социальной ценностью. Курс «Культура устной и письменной речи» должен оставаться в списке предметов, обязательно изучаемых в учебных заведениях среднего профессионального образования. В этом контексте данное пособие приобретает особую актуальность. В издании раскрыты общие закономерности использования языка в различных ситуациях общения. Представлены основные нормы современного русского языка, литературного, современного русского литературного языка. Адресуется она студентам СПО, как я уже говорила, обучающимся по нефилологическим направлениям. Еще одно пособие «Русский язык и культура речи». Но это пособие тех же авторов, но, видите, оно имеет немного другого читателя. Это пособие продолжает развивать тему культуры устной и письменной речи, позволит студентам приобрести необходимые теоретические знания и сформировать базовые практические навыки составления и грамотного оформления текстов, используемых в различных сферах профессионального и делового общения. Ну, как я уже сказала, немного другой читатель у этой книги адресуется студентам высших учебных заведений, обучающимся по нефилологическим направлениям. «Иностранные языки». Еще одно пособие для СПО – строительный дискурс, понятия и термины. Это издание адресовано студентам очной и заочной формы обучения среднего профессионального образования, изучающим дисциплины иностранный язык, английский и иностранный язык профессиональной деятельности. Мне просто вот интересно, кто из нашего офиса не знает, что я сегодня веду вебинар. Написали, по-моему, все. Итак, продолжаем. Дисциплины, которые изучают студенты, которым адресовано это учебное пособие. Иностранный язык в профессиональной деятельности, иностранный язык в профессиональной сфере, причем специальность строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Помните, я чуть ранее сказала о том, что узконаправленные темы – наша большая радость, и мы с удовольствием публикуем издания авторов, которые работают над узкими, редкими темами. Вот это одно из них. Строительство и эксплуатация инженерных сооружений. Тоже сюда это специальность производства неметаллических строительных изделий и конструкций. Пособие содержит разделы по сферам подготовки обучающихся по специальности строительства. И включает в себя профессионально ориентированные тексты, посвященные ключевым аспектам специальности. Вот такое учебное пособие. Следующая книга тоже «Иностранные языки. Теория репрезентации строительного дискурса». То есть, как бы в продолжение предыдущей, следующее учебное пособие. Адресуется уже оно не студентам средних профессиональных образовательных учреждений, а студентам вузов, обучающихся по специальности строительства. Строительство уникальных зданий и сооружений. В это издание вошли тексты с лексическим минимумом по специальности и практические упражнения к текстам, взятым из аутентичных источников на английском языке. Вообще, меня очень и очень радует и данный дуэт Щербакова-Ковальчук, и, в принципе, те авторы, с кем сотрудничает Ирина Щербакова, вообще получается очень и очень здорово. Так что, если кто-то ее знает, большое ей спасибо, низкий поклон. И еще совершенно потрясающий наш автор, преподаватель МГУ, сейчас я вам переключу следующее учебное пособие. «Иностранный язык» Алла Петровна Миньяр-Белоручева, очень увлеченный человек с массой идей, и мы с удовольствием воплощаем эти идеи в жизнь. Так вот, новая книга «Учебное пособие. Английский язык. История Великобритании XX века». Вот вы знаете, английский язык в руках таких профессиональных преподавателей, он стал совершенно другим, нескучным, каким-то уникальным, совершенно потрясающим. Поэтому рассказывать о таких книгах одно удовольствие. Так вот, это учебное пособие по английскому языку предназначено для студентов-историков. Старших курсов бакалавриата, изучающих новую новейшую историю Великобритании. Пособие это состоит из восьми уроков, упражнения которых направлены на развитие компетенций, необходимых обучающимся для успешного овладения английским языком и его дальнейшего использования в их профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется развитию чтения, письма и говорения. Издание адресуется учащимся по направлению подготовки история, политологии, международные отношения, глобалистика, а также всем, кто желает изучать английский язык самостоятельно. Учитывая то, что в будущем в ВУЗы ждет такая система оценки именно компетенций, то мы очень рады были осознать, что большинство наших учебных пособий, учебников развивает именно компетенции. А тестовые системы, они закрепляют и проверяют именно полученные знания, умения и навыки. И переходя к обещанным топам, это исторические книги. Вообще все классные научпопы, которые вышли в феврале, это исторические книги. Первая из них, вы видите, я даже не стала убирать с обложки значок «Нонфикшн недели». Это книга «Открытие Индии». Васко да Гамма, противоречивый герой Португалии. История ненависти, мести и амбиции в эпоху завоевания огнем и мечом. Это современный, кстати, португальский автор, так что было очень необычно работать с зарубежными авторами. Так вот, это издание посвящено очень противоречивой фигуре известного португальского мореплавателя Васко да Гамма, «Ставшего собирательным образом конкистадоров, открывших эпоху славы великих географических открытий Португалии». О том, каким он был на самом деле, и можем ли мы вообще судить человека через 500 лет, вот об этом эта книга. Возможен ли вообще анализ его исторического пути в свете современных ценностей? Ответы на эти вопросы читатель найдет в этой книге. В общем, таким Васко да Гамма вы даже не представляли. Следующая книга тоже современный автор. «История казачества. Аспекты научные и политические». Эта книга адресована прежде всего гуманитарием. Студентам, аспирантам, преподавателям вузов и сотрудникам научно-исследовательских институтов. И, конечно, привлечет внимание членов казачьих организаций и всех интересующихся русской историей. Издание посвящено актуальным проблемам истории российского казачества и его выдающейся роли в истории России и в войнах, и в смутах, потрясших основы российского государства, и в присоединении к нему и освоении огромного массива земель по мере продвижения России на восток. Особого внимания заслуживает и то, что автор доказывает научную несостоятельность ряда псевдонаучных концепций, искажающих суть и характер деятельности казаков в Сибири и на Дальнем Востоке. В общем, книга очень и очень интересная. Следующая не специально, а по издательскому плану подготовленная книга «Украина. Водовороте внешнеполитических альтернатив. Исторический экскурс 1917-1922 года». Буквально в январе я презентовала, анонсировала выход книг этого же автора, двухтомник тоже о российско-украинских отношениях этого же периода. Там, по-моему, был 1924 год, 1917-1924. Насколько интересно, насколько плотно всегда находились наши народы, наши страны. И вот следующая книга «Украина. Водовороте внешнеполитических альтернатив». Если не смотреть на года, которые рассматриваются, конечно, очень и очень в тему, как бы это ни было грустно. Так вот, автор, доктор исторических наук, профессор, член, корреспондент Национальной академии наук Украины Валерий Федорович Солдатенко. Его в широких научных кругах по праву считают историком и Украины, и России. Вот это очень важно. Это новая книга автора. В ней предпринят исторический экскурс в революционные 1917-1922 года, «Ставший для Украины моментом истины, подъемом на новую ступень, ознаменованную вступлением в Союз равноправных советских республик». То есть здесь просто интересно посмотреть и сравнить на события 100-летней давности. Что изменилось? И вообще изменилось ли что-нибудь? Следующая книга тоже из области истории «Щит и меч власти большевиков. Очерки истории ВЧК». Это монография Алексея Юрьевича Попова и Андрея Сергеевича Соколова. Входит эта книга в серию «История спецслужб». Я хочу особо отметить, что серия «История спецслужб» – это одна из самых успешных серий издательств. Наверное, после серии «Мемуары замечательных людей», которая не заканчивается. И, видимо, такая же судьба, хорошая судьба ждет и линейку, серию книг «История спецслужб». Потому что так получилось, что в первой нашей серии «Мемуары замечательных людей» уже более ста книг, и читатели требуют еще и еще кого-то и кого-то. Так вот, «История спецслужб» – это тоже интереснейшая подборка. Более того, все книги, входящие в эту серию, они написаны современными авторами, учеными. Чуть подробнее про эту книгу. «Безопасность России как одно из основных условий развития личности, общества и государства напрямую связана с проблемой эффективности работы спецслужб». В этой связи остается актуальным опыт деятельности отечественных органов государственной безопасности на переломных этапах развития России. Вот в рамках серии «История спецслужб» издательство анонсирует книгу «Щит и меч власти большевиков». Это исследование посвящено одному из самых драматичных моментов отечественной истории – периоду становления советского государства с 1917 по 1922 года. В монографии проведен комплекс исследований и дан анализ организации и деятельности органов ПЧК в указанный период. Издание это заинтересует не только специалистов в широкий круг читателей, но и всех интересующихся историей России. И могу вас уверить, что эта книга обязательно поедет на самую ближайшую выставку «Нонфикшн». Она будет в апреле. Так что ждем-ждем большой тираж. Друзья мои, на этом полкниг февральский закончен, исчерпан. Но напоминаю, что наше издательство имеет обширную коллекцию не только бумажных, но и электронных книг, и аудиокниг. Вообще аудио совершенно потрясающе. Уже четыре сотни аудиокниг, причем вот таких вот редких, интересных, включают в себя труды выдающихся историков, философов, важнейшие мемуары о сложных моментах в истории нашей страны и мира, книги по культурологии, истории церкви, биографии, удивительных личностей. В общем, очень и очень интересная подборка. Также не забывайте, что все новинки, а вот, кстати, аудио, все новинки мы размещаем на сайте нашего издательства и в соцсетях. Это и Инстаграм, ой, кстати, нужно вам поменять картиночку, а то у нас уже гораздо больше подписчиков. И Фейсбук, и ВКонтакте мы публикуем наши новинки. И, разумеется, я вас приветствую на своем вебинаре. Я так рада, что вы на него ходите, слушаете о наших книгах, потому что мы делаем их для вас, для всех читателей. Поэтому большая радость видеть вас снова и снова. Спасибо огромное, хорошего всем дня, доброго дня. Пусть будет у вас хорошее настроение и все получается. До свидания, до конца марта, до следующего вебинара. Спасибо.